И снова здравствуйте! Со стороны Еревана нарастает очередной скулёж жалоб на Азербайджан. Крики о молчании АДКБ, не отвечающей на информирование обиженных по сквиле на российских депутатов и общественных деятелей, побывавших на освобожденной от оккупантов высоте в Физулинском районе. А всё это потому, что со 2 по 5 июля азербайджанская армия проводит самые крупные боевые учения с участием всех родов войск, 20-тысячным контингентом. Тяжело в учении и легко в бою, как говорят. Надо проверить и освоить в приближенных к войне условиях новое эффективное военное оборудование, чтобы в реальных делах знать его самые лучшие стороны. Задача поставлена уничтожать вора на дальних подступах, находясь в безопасной дали, чтобы уберечь бесценные жизни азербайджанских солдат и офицеров. Враг отвечает с кулежом и дешёвыми подтасовками. Несколько дней можно читать в ереванской прессе о так называемом «полностью сгоревшем» в кавычках азербайджанском посте в Нахчеване. Возможно, имеется в виду новый пост, созданный над селом Гюннут и армянской дорогой Влачин. Сегодня некоторые СМИ в Ереване разместили как бы видеофакт, горящий пост. Сами-то хоть смотрели, что поставили. На чьей темноте вдали что-то горит, за холмом. Ну и что же. А может, азербайджанские солдаты сжигают мусор, оставленный бежавшим врагом, как это было после освобождения Ли-Ли-Ли-ТП. Тогда, чтобы не заразиться от набитых в шаме матрасов и спальных нар, оставленных армянами, все это сожгли, и военные строители быстренько установили в меру комфортабельные для полевых условий вагончики со всем необходимым для жизни. Какой ничтожный пост, что вы дурите, армянский народ, не понимаю. А если азербайджанские солдаты жгли покрышки, которых там много осталось? Если, например, жгли сухую траву, чтобы обезопаситься от смей и насекомых? Если хотите доказывать, так показывайте доказательные видео, как делают азербайджанские ребята. Можно ведь порыться в архивах СМИ и достать фотографии армянского поста или ролики времен апрельской войны 2016 года, в которой компьютерный мультик армяне выдавали за видеозапись разгрома азербайджанской танковой колонны. Смехота! До чего они опускаются? Чего только не придумывают варуны эти. Азербайджанская армия сильнейшая на Южном Кавказе. Можно даже, если потрудиться, найти видеоролики, видеоматериалы, где четко виден бардак на армянском посту, как во что одеты армяне, как ведут себя на службе. Хотя зачем все эти видеозаписи, когда есть такой феноменальный экземпляр? Липа генерал Манвел Григорян. Когда Азербайджан был в глубоком политическом кризисе, степанокерцкие колхозники сумели победить, стали вот такими генералами. И к чему это привело? Все знают. Эти Боровы насиловали своих же. Таких отбросов, к счастью, в азербайджанской армии нет. Меня поражает изобретательная ложь армян. Сидя в Ереване, они думают, что знают все, что запланировано в азербайджанском генштабе, и как должно было быть в апреле 2016 года. Сколько азербайджанцы должны были взять, и почему не взяли. Ой. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»